Приветствую вас, Яля. Я всё, вот, думал, что меня настораживает в вашем тексте, в вашем вопросе, да? Вот. И я понял, что меня настораживает. То, что вы не проявляете в полной мере активности с мужчиной. То есть, ну да, человек боится сближение. В общем, это понятно, с учётом его опыта, и вы его, как я думаю, сами, в принципе, тоже вполне способны понять, да? Я думаю, вы вполне способны понять, почему человек может вести себя именно так, да? У вас есть свой опыт тоже, и этот опыт не самый приятный. Вот. Вы не делаете шагов никаких, ну вот, скажем так, в направлении мужчин. Мужчин. Достаточных, чтобы определить, что между вами происходит. То есть, всё равно, по итогу, да, остаётся какая-то недосказанность между вами. И мне кажется, что в этом проблема. Вы готовы ждать, но вместе с тем, ждать вы не готовы. То есть, если бы вы готовы были ждать, вы бы с другими не встречались бы с мужчинами. А раз вы их встречались, иначе не готовы. Но держитесь за человеком. Ну. То есть, он для вас тут вот, получается, имеет, ну, какую-то, какую-то значимость. Вопрос, конечно, в том, какое, какое значение он для вас имеет. Это было бы очень здорово рассмотреть, потому что это важная, ну, важная достаточно история для вас. Да, вы делаете, вы делаете какие-то шаги в его сторону. Я с вами здесь полностью согласен. Но вопрос заключается в том, какие это шаги. Достаточно ли этих шагов, чтобы внести некоторую ясность в то, что вы делаете. То, что между вами происходит. Или нет. Понимаете? Я думаю, что, лично я думаю, что, очень много здесь упирается в то, что для вас значит мужчина. Очень много здесь упирается в то, что для вас значит человек. Какое значение он для вас имеет. Насколько и чем он вам важен. Потому что, вполне вероятно, что через него вы пытаетесь, пытаетесь компенсировать что-то в твоем. Ну, например, вы говорите, что и у вас в отношениях тоже были неудачи. Значит, и у вас, у вас точнее, получалось далеко не все. Но, раз у вас получалось далеко не все, то совершенно логично предположить, что нужно как-то преследовать этот момент. Что именно вы делали не так. Что именно у вас не получалось. И почему помочь вам эти моменты возможно разрешить. Тогда, я думаю, вам будет легче. Итак. У меня в течение долгого времени взаимная симпатия с мужчиной. Он свободный, трудогольный, как и я, очень долго идет на сближение с кем-либо. Насколько мне известно, у него были серьезные отношения с прошлыми болезнями разорами. В принципе, у меня это добра навала. Да. То есть, вот здесь имеет место быть сложности. Определенные сложности. С выстраиванием отношений. И уход в работу. То есть, трудоголизм, это такая разновидность зависимости. Дальше. Значит, нужно сделать анализ вашего поведения и разобрать, что именно вы делали не так. Но при этом полноценного развития отношений не случается. Ну, а здесь мне бы хотелось задать вам вопрос, что такое полноценное развитие отношений, да? Потому что, на мой взгляд, вы уже находитесь в отношениях. И, в общем-то, находитесь в отношениях ровно, вот, ну, ровно таких, ровно таких. Какие, вот, возможно. Между вами, да, и мужчиной. Но вам, видите, видите, вам, вам нужны отношения полноценные. Дальше вы раскрываете этот момент и говорите, что остается какая-то дистанция, хотя он сейчас намного ближе, чем когда познакомились. Дистанция. Это означает страх близости, то есть у кого-то из вас, например, у мужчин, есть этот страх. Страх близости. Человек боится идти на сближение. Естественно, этого вам не изменить. Самостоятельно. Я вижу, что я ему очень нравлюсь и дорога за ним. Он это доказывает делами и поступками. И все же не доработится, чтобы у нас были отношения как пары. Человек не хочет, боится ответственности, боится обжечься. В общем, самые разные могут быть здесь причины для этого. Но важно другое, другое, что он думает, он думает, он знает, что вы будете его ждать. И вот, наверное, мой вопрос к вам заключается в том, почему мужчины считают, что вы будете его ждать, причем достаточно долгое количество времени. Что вообще в этом, ну, если можно так выразиться хорошим, в том, что вы кого-то ждете. Да, напоминаю, напоминаю. Это какая-то уже получается зависимость. Ну, я думаю, не мне вам говорить о том, что зависимость не есть хорошо. Я понимаю, что это не очень эффективная позиция. Эффективная позиция для чего? Тем не менее, внутренне я готов ждать, когда он будет готов и созреет. И далее я стал делать больше шагов в сторону открытисти, чем разном в этом плане. Что я... Что я стал делать больше шагов, для меня плюс. Ээээ... Вот. Вы готовы ждать, когда он будет готов. Я готов ждать, когда он будет готов. Вы знаете, это вот выглядит,га.. как такой перенос ответственности. Я готов, я готов ждать, когда он будет готов. Я вот серьёзно, это выглядит как перенос ответственности, потому что, а если он никогда не будет готов? Например, ну, такое же может быть, что он никогда вот не будет готов, что он вот там травмирован, да, что ему там, не знаю, нужно время, нужна терапия, нужна работа, чтобы, не знаю, к себе разобраться, например. Вот. То есть вот, что в этом случае вы будете делать, да. При этом, при этом, как вот мне окажется, вы не совсем честны с собой, потому что, ну, я уже сказал, что вы встречаетесь, как бы, с другими мужчинами, да, вот, и, ну, в этом смысле вы не совсем честны, просто, значит, с собой, в первую очередь, ну, и с мужчиной тоже. Вот. Поэтому, это пассивная позиция, позиция. Так, ну, я как бы стал сложить направление в этой сфере жизни и ощущаю застоль. Ну, здесь мне кажется, знаете, только что, мне здесь кажется только то, что вы с этим мужчиной, ну, вот, вы, как бы, в отношениях же с ним, да, не совсем ради него, то есть не совсем ради, ради отношений. Мне кажется, что вы за себя чего-то хотите. Это неплохо, чтобы выходить вот сюда. Это совершенно неплохо. Но есть проблема. От того, как вы это реально реализуете, зависит то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. И здесь я могу сказать, что то, что вы ощущаете застоль, то, что вы чувствует о том, что ваши чувства к мужчине не совсем про любовь. Они больше про желание что-то для себя получить, что тоже неплохо, но что нуждается, нуждается в признании и в интеграции в вашу жизненную позицию. Потому что сейчас, на данный момент, вот, на данный момент, мне видится история такая, что вы просто не совсем честны сами с собой. И в этом ничего хорошего вам. Для вас нет и быть не может, в принципе, к сожалению. Дальше. Получается, что личной жизни почти нет. Да, получается, что личной жизни почти нет. Это правда. Вопрос заключается в том, хотите ли вы её. И если хотите, то, собственно, для чего? Ну, почему вы её хотите? Вам показывают. Вам показывают этот вопрос странным. И я вас понимаю. Но, тем не менее, это очень важный момент. Потому что, то, для чего вам личная жизнь, почему вы в ней, образно говоря, нуждаетесь, приведёт вас к тому, что представляет из себя ваша проблема на сегодняшний день. С другими мужчинами я время от времени вижу и знакомлюсь, общаюсь, чтобы не засыкнуваться на одном парне. Но они меня не очень-то интересуют, откровенно говоря. Слушайте, ну, мне кажется, что вы уже засыкнувались на одном парне. Мне так кажется, потому что вы готовы его ждать, что вы вот это всё. То есть, мне кажется, это уже случилось. Мне кажется, что уже случилось, что вы готовы ждать человека. Понимаете? Вы уже засыкнувались. И вот есть у меня такое ощущение, что вы как-то вот, знаете, запрыгиваете в последний вагон пояса. Так что, я думаю, обидеть вам можно примерно так, на лапу. Дальше. Как выйдет из этого застоя тупика и подвеченного ожидания? Очень просто, с одной стороны. Решить всё с мужчинами. Просто решить всё с мужчинами. Что вы будете делать? Выявить как-то свою позицию, например. Предсказательное слово. Вот. Так и так. Ты мне нравишься. Хочу с тобой, может, отношения. Но ждать тебя до спасения не собираешься. Да, это будет, может быть, не очень... Такая вот. Мягкая. Позиция. Да. Да. Это правда. Но понимаете, чтобы вам выйти из подвешенного как раз таки состояния, необходимо, чтобы вы порагались на себя. А для этого, для того, чтобы вы влагались на себя, нужно продвигать свои интересы. Не продвигая свои интересы, вы не сможете выйти из состояния порвешенности. Продвигать свои интересы, значит выражать их и склонять людей к тому, чтобы они с этим считали. Вот. А сейчас, сейчас, сейчас мужчина просто думает, что надо готовы считать меня. Не, мне так комфортно, мне так удобно. Так зачем я буду что-либо менять? Для чего мне что-либо менять? Такая вот история. И разобраться с вашими чувствами, и сделать анализ вашего поведения, например. Чтобы понять, какие ошибки вы совершаете, к примеру. Ну, во взаимодействии с мужчинами. Можно сделать на терапии. Если у вас есть такое желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация возвращется. И вы сможете найти выход, который вам понравится, который будет вам подошел. Удачи. 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 Удачи.